Дмитрий Селиверсов, ОПГ-ветеранов. Дим, ну, все очень грустно. 0-8, наверное, можно сказать, после этого матча, с прямым конкурентом за выживание, что, наверное, не заслужили ОПГ-ветеранов, но, по крайней мере, по текущей форме место в Суперлиге. Ты как считаешь? Ну да, скорее всего, оно так и есть, потому что какую игру не можем собраться, что-то вообще не получается даже. Хотя в первом тайме были какие-то там моменты, полумоменты, но их тоже не реализовали, и все это привело к разгрому. Но соперник сегодня показал, что они умеют играть, хорошо играют в пас средний, длинный, скидки вот эти. Они забрали все подборы и за счет этого забили 8 мячей. Ну и там еще не повезло, конечно, два штрафных, ну, непонятно, что произошло, не разобрались, может, просто прямым ударом залетает, не сильный мяч, непонятно, что произошло. Ну, если вы думали таблицу, значит, ваша команда примерно равного уровня, но раз такая крупная победа, значит, соперник больше хотел победить? Или как? Да я не знаю, потому что, судя по первому кругу, мы с ними играли ровный футбол, и даже мы, может, где-то были лучше, потому что все-таки удалось больше забить и выиграть. Что сегодня произошло, не знаю, уже, может, какое-то, как-то, к слову, когда расстроен сильно. Ну, нет, по-другому. Ну, в общем, нету настроя, вот, настроя нету на игру, и все очень печально. Но я надеюсь, нам, может, фартанет, там, три игры осталось, девять очков. Так и ладно, последний вопрос-то, а смысл-то есть вам оставаться в Суперлиге, чтобы получать от команды уровня Ангелора по восемь мячей? Ну, я не знаю, почему они занимают такую позицию низкую. По игре это, как команда, одна из, ну, вот, которые я видел игры, они очень хорошо играли, я не понимаю, почему они такую низкую строчку занимают. Они же вчера с Грандфорвардом отлетели там, вообще, да, вот непонятно почему. Хотя команда очень хорошего уровня. Вот. И вообще, ну, судя по первой половине сезона, мы были достойны, сейчас мы недостойны. Но если мы останемся, мы исправимся. Не верим, а может, Дим, не верим, не верим. Евгений Байбородин, Ангелор, автор покера «Ворота» у ПК «Ветерана». Жень, ну, главный вопрос, почему ты вчера не доехал на игру, был в протоколе, тебя не вычеркнули на Грандфорвард? Ездил на соревнования совсем недавно в Крым, и была травма, и вчера понял, что, к сожалению, сыграть не смогу. Капитан Опозный, конечно, предупредил об этом, но, тем не менее, то есть, ну, просто не смог. Сегодня уже гораздо лучше, соответственно, сегодня приехал, смог сыграть. То есть, готовился к этому важному матчу в борьбе за выживание? Тоже. Я готовился к вчерашнему тоже, но, к сожалению, не позволил мне травмы сыграть. И сегодня понял, что смогу, и приехал. Один из первых. Скажи, почему так достаточно легко сегодня для вас игра сложилась? Ну, если честно, сами не ожидали. В первом круге играли с этой командой, было очень тяжело. Бились ребята до последнего, и мы не ожидали ни в коем случае легкой игры. Но сами забили свои моменты, потом нам повезло. Спасибо вратарю нашему, Пауарас нас выручил. Потом мы забили еще, и, соответственно, уже эта уверенность была у нас забрать невозможна. Вот и все. Ну, как ты думаешь, у ПГ ветеранов место в Суперлиге, или все-таки надо их в высшую лигу отправить? Я не знаю, это все, надо потом решиться, сколько у кого будет очков. Самое главное, что мы сейчас особо на таблицу не смотрим. Мы понимаем, что на каждую игру выигрывать, чтобы у нас были шансы. Вот и все. Мы не смотрим, какой соперник, какое он место занимает. Мы будем биться до конца, несмотря ни на что. Ну, не тяжело уже второй сезон подряд биться за выживание? Ну, в этом вся прелесть Суперлиги. Тут могут быть разные ситуации. Если мы второй год попадаем в такую ситуацию, мы должны с достоинством из нее выходить и стараться оставаться, чтобы все знали, что мы всегда выбираемся. Вот и все. Спасибо.